Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Уже завтра, 12 сентября, тот самый день, когда в сети Кардана будут запущены смарт-контракты. Этот день мы ждали очень долго, и многие говорят, что это событие запустит Кардана чуть ли не на Луну. Но так ли это? Давай обсудим это в этом видео. Но прежде чем перейдем к контенту, не забудь поставить лайк. Для тебя это один клик мышкой, а для меня большая мотивация. К тому же мы постоянно разбираем только биткоин, и если на этом видео будет много лайков, то и альткоины начнем тоже. Напиши в комментариях, какие альткоины тебе были бы интересны. Итак, если ты хочешь понять, что будет происходить с ценой Кардана, какие сценарии развития событий для нее я вижу на краткосроке и долгосроке, это видео для тебя. Начнем с 4-х часового графика. Цена Кардана находилась в этом растущем клине, который в итоге отыграл просто идеально. Его нижняя граница, как мы видим, служила хорошей поддержкой. Множество раз мы отталкивались от нее вверх. Верхняя же граница, в свою очередь, служила сопротивлением. Но как только линия поддержки была сломлена вот здесь, цена Кардана начала падать. Мы даже попытались после этого падения протестировать эту линию поддержки заново, но неудачно, что и привело к этому дампу. Целью падения этого растущего клина являлась его высота. И мы видим, что цена Кардана упала чуть-чуть ниже этой цели. Но даже несмотря на эту маленькую погрешность, я считаю, что эта фигура отыграла себя идеально. Хороший ли это сигнал? Конечно, ведь цена Кардана находится в растущем канале. И как мы видим, после отыгранной цели вот этой фигуры, после падения, цена Кардана нашла свою поддержку на нижней границе этого канала, которая была поддержкой с 18 августа 2021 года. И оттолкнулась от нее вверх, точно так же, как она это делала в прошлые разы. Это было и здесь. Каждый раз, когда цена Кардана достигала этой нижней границы, мы отскакивали от нее вверх. Но значит ли это, что прямо сейчас рост продолжится аж до верхней границы этого канала? Для того, чтобы такой рост произошел, нам нужно преодолеть вот этот средний трендлайн, который обозначен синим штрих-пунктиром. Как ты видишь, он является очень важным в этом растущем канале. В этом канале этот трендлайн играет ту роль сопротивления, как, например, вот здесь, ту роль поддержки, как, например, вот здесь. Сейчас он является сопротивлением, которое необходимо преодолеть. Так что, если цена Кардана закрепится выше него и превратит его в поддержку, тогда цель, которая находится на верхней границе этого канала, будет актуальна. Вот это пробитие закрепления можно будет рассматривать как сигнал на покупку. Но если этот трендлайн не удастся превратить в поддержку, и он останется с сопротивлением, мы можем увидеть откат обратно до нижней границы канала. Есть ли в этом откате какой-то смысл? Вероятно, что да, ведь завтра будут запущены смарт-контракты, и благодаря этому цена Кардана уже доросла практически до 3 долларов. Она выросла наперед этого события, что может быть исполнением известного правила, «Покупай на слухах и продавай на новостях». Для долгосрочной перспективы цены Кардана смарт-контракты очень-очень хороши для всех холдеров Кардана, но на краткосрочные завтра могут привести к дампу. Я хочу, чтобы ты услышал это обращение ко всем холдерам Кардана на таком сайте, как Reddit.com. Автор пишет, «Меня не волнует, сколько дизлайков мне поставят. Все должны понимать риски, связанные со смарт-контрактами Ада, и это не разжигание паники. Ада не получит DeFi, она не сможет работать в децентрализованных финансах до тех пор, пока не придумает сайт-чейн решение, и пока что такого решения нет. Говорить людям, что все в порядке, это неправильно, так как это может привести к серьезным финансовым потерям среди этих людей. Каждый должен понимать дополнительные риски, которые они берут на себя, когда используют централизованные DeFi на Кардана. Это не раздувание страха на рынке, это серьезная проблема. Кардана пока что не в состоянии запустить свою децентрализованную биржу. Но настоящая проблема в том, что руководство Кардана активно дезинформирует не только нас, но даже самих разработчиков. Вот именно такое фиаско может привести к дампу завтра. Некоторые люди на фоне всеобщего хайпа тихими голосами заявляют, «Я надеюсь на настоящую просадку», чтобы я мог реинвестировать полученные от роста Кардана деньги обратно в Ада. На долгосрочной же перспективе я все равно верю в Кардана. Я думаю, даже такой краткосрочный дамп будет использован покупателями Кардана, ведь я сам с удовольствием хотел бы такого дампа, чтобы купить больше Кардана. По моему мнению, Ада может легко сделать 5-10 иксов от текущих отметок в будущем. Это долгосрочный прогноз, я думаю, долгосрочно, но если ты хочешь поразмышлять над этим краткосрочно, этот средний трендлайн даст тебе все ответы на твои вопросы в ближайшее время. Условия ты помнишь, мы уже их озвучили. Но сейчас я хочу показать тебе еще одну структуру, которая указывает мне на то, что Кардана выглядит сильно. Ее теоретическое описание сейчас у тебя на экране, где условием для разворота тренда после резкого падения является пробитие так называемой линии шеи. Она здесь обозначена зеленой линией. Эта фигура будет отличной возможностью для покупки, если она отыграет. Она называется разворотный паттерн 1-2-3, и мы даже пробили эту линию шеи, но еще не возвратились на ее ретест для подтверждения этого пробития. Если этот ретест окажется успешным, это может быть хорошей возможностью для покупки. Как раз вот на этом моменте находится тот самый тренд-лайн, на котором мы говорили. Поэтому для продолжения роста нам нужно преодолеть этот диапазон и превратить его в поддержку. Это от 2,7 до 2,8 доллара. Эти отметки также необходимо превратить в поддержку. При соблюдении этих условий какова будет цель для роста? Цель нам указывает вот эта фигура, двойное дно. Мы просто копируем высоту этой фигуры сюда и видим, что целью является 2,9 доллара. Теперь я хочу показать тебе кое-что еще интересное. Нисходящий расширяющийся клин – это бычий паттерн на графике, который считается разворотным. Он указывает нам не на ослабление продавцов на рынке, а на стремление покупателя взять контроль на рынке. Вот так он выглядит на графике, а вот так в теории в учебнике. Мы видим, что для подтверждения цена должна выйти из него вверх, удачно его протестировать и после продолжить рост. Если мы посмотрим на кардана сейчас, то мы можем увидеть этот нисходящий расширяющийся клин. Мы видим, что верхняя его граница служит очень сильной линией сопротивления. И прямо сейчас посмотри, как мы его штурмуем. Для подтверждения всей этой фигуры нам нужно пробить ее основной уровень сопротивления и закрепиться выше него. В таком случае целью будет опять же высота этой фигуры, которая достигает 3,4 доллара. Эту же цель, кстати говоря, нам подтверждает и мой любимый индикатор CPR. Как мы видим, цена кардана нашла свою поддержку именно на средней, как мы помним, самой сильной линии CPR и отскочил от нее вверх. В случае, если все эти три линии останутся поддержкой для кардана, целью роста кардана будет отметка на первой цели по CPR, это 3,4 доллара. Заметил, да? Эта цель совпадает и с целью расширяющегося падающего клина. Тоже 3,4 доллара вот здесь. Так что цена кардана выглядит достаточно позитивно при соблюдении некоторых условий. Первое. Преодоление этого синего трендлайна и превращение его в поддержку. Второе. Удачный ретест этой линии шеи. Третье. Преодоление этой линии сопротивления закрепления выше нее. И, наконец, четвертое. Чтобы все эти три линии CPR остались поддержкой. Но также нужно быть очень осторожным завтра. На новости завтра мы можем вполне увидеть дамп, исходя из правила «покупай на слухах и продавай на новостях». Особенно в том случае, если запуск смарт-контрактов в сети кардана окажется совсем не тем, чего от него ожидают инвесторы. Но для меня, как для держателя кардана, который верит в ее будущее, каждый откат, особенно большой, будет хорошей возможностью купить кардана. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший. И если видео было тебе интересным или полезным, не забудь поставить лайк. А также подпишись на канал, если ты тут впервые. Здесь мы регулярно говорим про криптовалюту. Подписывайся на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok